Вечер в хату, пацаны. Сегодня мы займёмся расследованием по делу об изнасиловании маленькой девочки, вокалистом группы «Пошлая Молли», которая является Кирилл Бледный. Группа, видимо, всё ещё популярна, раз по свежему тегу в твиттере «Я, мы жертвы». Господи, почему именно это? За пару часов набирается полторы тысячи твитов. Мы годами боимся рассказать о насилии, потому что нас обвиняют с рождения, что мы провоцируем, что мы сексуальные, что мы женщины. На месте этих фанаток могла оказаться каждая. Но так ли всё на самом деле, как звучит, страшно? Давайте разберёмся. Но сначала вводные. 1 декабря 2017 года некая Эс Кэндл попала на концерт группы, после которого получила приглашение Кирилла Бледного погулять. Не в силах отказаться, девочка приняла приглашение своего кумира и выдвинулась навстречу, даже согласившись прийти одной, находясь на момент написания сообщений фронтменам в компании подруг. Сложные намёки. История очень обрывчатая и написана не связана, что, кстати, подмечают другие люди. Я, опираясь на рассказ с девочкой, сделал вывод, что они провели некоторое время в компании менеджеров. Твой вопрос, почему я не боялась? Да потому что я была не наедине с ним. Нас было четверо. Я, он менеджер и девушка менеджера. И в планах я должна была им показать местные достопримечательности, но, увы, как что-то пошло не так. А через какое-то время решили уединиться в номере отеля, после чего Кирилл Бледный решил проявить симпатию по отношению к обвиняющей стороне и получил подчечину в лицо. Он ей также ответил подчечиной, девушка собралась в такси и уехала. Вот такие истории в 2020 году классифицируют человека как НОСИЛЬНИК. Именно это вызывает у людей бурление в твиттерах и волнение среди аудитории группы. Девочка обвинила Кирилла не только в том, что он конкретно насильник, когда тот ее пытался поцеловать, так еще и в том, что он педофил, предстающий к несовершеннолетним. А я вот проверил, что возраст согласия что в России, что в Украине 16 лет. Думаю, тут больше нечего объяснять и доказывать, почему я это сделала после такого количества времени все очень просто. Мне написала девушка, которая относительно недавно была в похожей ситуации и, кстати, нет 18. Я думаю, многие согласились бы, так как кумиры не бывают плохими и не сделают что-то, что может поставить большой отпечаток в твоей жизни и, по сути, еще нарушить детскую психику. То, о чем ты не сможешь говорить еще почти три года. Вот чего стоят фанаты модного музла слушать про бухло, тусы, модные и молодежно. А как сложная ситуация, детская психика. Ей было уже 17 лет. Во сколько там дети начинают свои промежности тереть? В первый раз пробуют алкоголь. Что, как не этот комментарий, полностью дискредитирует ситуацию в пользу бледного. Я не такая, как все, фоткаюсь в купальнике, средними пальцами, бокалами, надписями на лице, лезвием. А вот конкретно ты, бледный, конч. У нас взрослых людей, да чего уж там, когда я даже был в ее возрасте, есть негласное правило. Если тебя приглашают домой и ты другого пола, значит приглашают лишь для одного. Какой бы надуманный повод не был представлен. Приглашающий мужчина дает намек, что он не против покувыркаться. А девушка вправе принять приглашение или отказать. Особенно, если это рок-звезда, каким бы он, конечно, потешным рокером не был. Это работает именно так. Работает так у всех людей. Работало и у меня. Ни разу в последствиях никто не был не согласен. Так люди сношаются. Вам еще и стоит учитывать факт того, что бледный, с ее же слов, ничем, кроме как милых нежности, не угрожал. Фактов и даже умозаключений по насилию ни одной из сторон не было предоставлено. А уж тем более не было попытки проникновения. Изнасилованием считается Паука РФ 131 статьи действие сексуального характера с применением физического вреда или угрозой. Твиттерным войскам сначала стоило бы получить паспорт, прежде чем заниматься травлей человека на пустом месте. Я вообще не фанат пошлой моли, я не считаю их группу роком или как они себя классифицируют. Но даже я, человек, который не хочет попасть в аналогичную ситуацию в будущем, готов стать на сторону защиты обвиняемого. Я не хочу, чтобы в перспективе, если у меня не будет постоянной девушки, чтобы я, будучи человеком известным, мог попасть в подобную грязь. Которые бог знает кто, феминистские леволибералы активно тиражируют, запрещая адекватным людям с полуслова понимать намеки друг друга на преступления к саитию. Я готов даже признать, что я сам, как Кирилл, пользовался такими методиками знакомства. И все стороны были готовы к грядущему. Просто, видимо, раз он турищий, музыкант, он в разы чаще практикует такие способы знакомства. И для него это более естественно, чем у девственных бойцов в Твиттере. Защищая Бледного, говорят, да все рокеры приглашают девок в отель после концерта. И нихуя не понимают, что это только хуже, блядь, это проблема, на которую нужно обратить внимание. Так он никого не сбивал. Если девушка не хочет секса и младше 18-ти, то ответственность должен нести этот родскер. Так в чем проблема-то? Это настолько глупая и наивная по-детски ситуация, что даже ролик дольше пяти минут не сделаешь. Какая группа, такие проблемы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, бледный не насильник. Если в будущем не хотите попасть в аналогичную ситуацию и у вас была хоть какая-то защита от людей. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!